Идея выставка в дом работает в школе номер 9 уже 6 лет. По Радуге такое название получила апрельская выставка, как по мостику прошлась наша съемочная группа. В зимнем саду школы номер 9 на выставке декоративно-прикладного искусства «Радуга» представлены работы трех авторов. У нас выставка называется «Радуга», и у многих это ассоциируется с палитрой, с цветом, с красочностью, с какими-то цветовыми эффектами. На самом деле «Радуга» – это мост, это символ творческого моста, моста между поколениями. Такова идея организатора выставки, учителя школы Марины Гринаж. Это шестая выставка, организованная школой совместно с арт-галереей «Модулюс». Была еще одна «Обратная сторона луны» – выставка учительских талантов, которая показала детям, что у их педагогов многогранные интересы и увлечения. На новой выставке представлены работы трех авторов – Зинаиды Смирновой, учителя истории школы номер 7, Елены Воробьевой, мамы одной из учениц Марины Гринаж, и учащейся школы ученицы Марины Гринаж Виктории Свистуновой. Все трое – любители, но высокий уровень выполнения работ привлек внимание руководителей Союза дизайнеров России. Все трое работают в разных жанрах. Зинаида Азаровна вышивает свои картины, причем занялась этим лет шесть назад. Коллеги порекомендовали и увлекло. «Ну, честно говоря, я знал, что есть картины, которые вышиваются, но что они выглядят именно вот так красочно. Прям некоторые картины, как фотографии выглядят с видом. И меня это поразило». Творческие зачатки в рисовании у своей дочери Виктории Свистуновой заметили родители и привели ее заниматься в школу креатива. А уже там Вика карандашу и кисти предпочла валяние. Ее картины из шерсти яркие и задорные. «Это очень сложно. Ну, есть картины, которые делать сложно, а есть картины, которые делать легко. Что тебе больше всего нравится из своих работ? Мне больше всего нравится кот, потому что это самая интересная картина. Мне кажется, она получилась у меня лучше всего». Работы Елены Геннадьевны Воробьевой «Живопись с шерстью». Здесь не используется клей или валяние. Шерстяные нити складываются художником в рисунок. Обычно это копия фотографии. Затем прижимаются стеклом и крепятся в рамку. Если не прижатую стеклом работу поставить вертикально, рисунок рассыпется. Ну, портрет можно в течение недели сделать. Можно и за три дня его сделать. Вот этот вот я за два дня портрет сделала. От чего зависит? От настроения, от желания, от времени. Нашла себе очень хорошего мастера, питерскую художницу. Вот она тоже занимается этим четыре года. Я вот буду заниматься уже как два года, 22 апреля. То есть это получается не валяние, это накладывание шерсти друг на друга. Это мне очень нравится. Это меня втянуло, наверное, надолго. В каждой из работ отражено своеобразие восприятия авторами окружающего мира и, конечно, особенности личности, что придает работам неповторимую ценность. Проект совместных выставок, рассказала Марина Гренаж, зародился, когда школа только открылась. Ребята еще мало были знакомы, поэтому вместо «Идем на выставку» появилась идея «Выставка в дом». Уникальность проекта в том, что экскурсоводы здесь – учителя, которые показывают искусство с позиции своего предмета. Преподаватель технологии расскажет одно, преподаватель МФК другое, преподаватель музыки третье вплетет в эту канву. Преподаватель русского языка и литературы раскроет эту тему совершенно иначе. И когда все это мы показываем на одних и тех же детях, дети открывают для себя совершенно новый мир. Каждый учитель откроет для ребенка что-то новое, а вместе создадут картину единства и разнообразия окружающего мира. Любой ученик школы может поближе познакомиться с искусством, наглядно изучить работы. И далеко ходить не надо, все близко, в доступности. Вообще, если бы выставки ходили по школам, так сказать, то, я думаю, для развития в школе это было бы лучше на самом деле. Так, после выставки афортов ребята не выходили из кабинета химии, пытаясь применить полученные знания на практике, чтобы повторить то, что увидели на выставке. Наверняка после этой выставки кабинет технологии будет заполнен новыми идеями и попытками повторить то, что увидели в зимнем саду. Лариса Панина, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания Лобня. Лариса Панина, Алексей Бойко, Александр Михайлов, телекомпания Лобня.